Арман Джумагильдиев родился в казахстанском городе Шимкент в 1984 году. С юного возраста он серьезно занимался боксом и, по данным из разных источников, является серебряным призером чемпионата мира по боксу, а также имеет 16 медалей за спортивные достижения, 10 из которых золотые. Позднее полученные спортивные навыки Джумагильдиев стал применять совсем в другой области. Так, в декабре 2003 года, по информации казахстанской газеты «Время», он вместе с десятком сверстников напал на двух парней, в результате чего один из них попал в больницу, со сквозным огнестрельным ранением в живот. Но в итоге дело так и не было доведено до суда, а сам боксер подался в бега. Один из высокопоставленных казахстанских полицейских, тогда так описывал молодого спортсмена, Арман рисковый парень, отчаянный. Может без причины сбить человека, устроить массовую драку в общественном месте, а то и перестрелку с конкурентами затеять. В следующий раз в криминальной хронике Арман засветился, через два года. В 2005 году в Шимкенте, толпа молодых людей во главе со спортсменом, ворвалась в гостиницу «Турист» и напала на людей. В этот момент там проходила конференция оппозиционного движения, за справедливый Казахстан. В результате боксеры его соратники загнали под стол старейшину, и попытались избить лидеров оппозиции, но их спасли телохранители. После этого инцидента Джумагильдиев и был впервые задержан, однако отделался условным сроком за хулиганство, пишет новая газета «Казахстан». Как указывает независимая газета, в 2005 году «Дикий Арман» также состоял в политическом движении, в поддержку первого президента республики Нурсултана Назарбаева. Понятно, что коронование на преступный трон не обошлось без прямой поддержки властей. Хорошо известно, что неприкасаемый Джумагильдиев – это правая рука и близкий сподвижник Кайрата Сатыбалды племянника Нурсултана Назарбаева, одного из богатейших людей Казахстана, говорится в материале издания. По нашим данным портала, в 2008 году у «Дикого Армана» развернулась настоящая криминальная война с бывшим казахстанским олигархом, экс-владельцем шимкентского пивоваренного завода Тахтаром Туляшовым. Бывший боксер был вынужден некоторое время скрываться в Кыргызстане, после того как прямо в центре Шимкента на него было совершено покушение, в ходе которого погибли двое телохранителей Джумагильдиева, а сам он был ранен в ногу. Оказавшись за границей, Арман смог выяснить, кто напал на него и его охранников, и с помощью подельника устранить этих людей. В ноябре 2008 года, 23-летний Джумагильдиев вернулся в Казахстан, но был задержан в городе Алма-Ата по подозрению в убийстве, при нем были найдены патроны и наркотики. Тогда он получил три года колонии. Как пишет комсомольская правда, во время заключения Дикий Арман познакомился с азербайджанским вором в законе Надиром Салифовым по прозвищу Лоту Гули, который контролировал поставки фруктов в Россию и Украину из Средней Азии и Турции. Освободившись из колонии, Джумагильдиев покинул Казахстан и уехал в Турцию. После убийства Гули, в августе 2020 года, Арман продолжает поддерживать связь с его кланом и стремится к получению воровской короны, отмечает новая газета Казахстан. Долгое время Джумагильдиев